Приветствую всех, здравствуйте! Сегодня расскажу про добавку кокосовая стружка. Для чего она нужна и какими свойствами обладает? Кокосовой стружки в килограмме прикормки должно быть достаточно, чтобы она могла разрыхлять, ароматизировать и всплывать частицами, находясь на прикормочном пятне. Всплывающие частицы, что они дают? Не важно, кокосовая ли это стружка, либо какие-то другие всплывающие частицы из прикормки, которые находятся в ее составе, они всегда привлекают рыбу. Самая первая рыба, которая реагирует на всплывающие частицы, это платва. Следом неторопливо подойдет подлещик и уже последнюю очередь лещ. Если нужен всего лишь ароматизатор кокоса, то можно обойтись лишь ароматизатором. Не обязательно добавлять кокосовую стружку. Ведь также, чтобы кокосовая стружка могла хорошо ароматизировать запахом кокоса прикормку, ее понадобится достаточно. И сама по себе она должна обладать достаточно стойким запахом кокоса. Не вся кокосовая стружка, которая продается в магазине, может достаточно хорошо ароматизировать прикормочную смесь. Чаще всего принято применять кокосовую стружку в основном для ловли платвы. Как всегда, благодарю всех за поддержку, вашу подписку, лайк. До скорых встреч на канале Авторская прикормка. Авторская прикормка.